Сегодня о том, как собирать донаты на YouTube с помощью Donation Alerts. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Буду рассказывать в теории, сам, как вы знаете, не пользую донатами. Хотя, возможно, зря. Собственно, Donation Alerts — это платформа, которая превращает процесс перевода вам денег в увлекательное путешествие. Переходите по ссылке в описании и запускайте уточек. Говорят нам ведущие одного небезызвестного YouTube канала. Ну вот, собственно, с помощью Donation Alerts этих уточек можно создавать. Подключаем свой канал YouTube. Сегодня, естественно, буду рассказывать про YouTube. И нам осталось еще немного. Имя пользователя, оно же имя страницы, на которой размещен плагин для сбора донатов и выбор категории. Не знаю зачем, наверное, для красоты. Тут курс молодого бойца, но мы, как всегда, это опускаем. Вообще тут очень много всего и это точно тема ни одного скринкаста, поэтому сегодня очень коротко о главном, что может вам понадобиться. А именно как собирать донаты с помощью оповещений. Это самая проста и, наверное, частая форма, когда люди пишут комментарии, комментарий сопровождают каким-то денежным переводом и он появляется у вас в стриме. В смысле комментарий, но еще с какой-нибудь гифкой. Что нужно сделать, чтобы комментарий появился у вас в стриме. Вам нужно взять вот эту ссылку и вставить ее в OBS. Другие варианты проведения стрима я не рассматриваю. Я фанат OBS, ссылка на то, как им пользоваться, в описании. Поэтому не буду рассказывать, как здесь и что. Те, кто не знают, посмотрите скринкаст. Вам нужно скопированную ссылку вставить в качестве браузера. Можете как-нибудь назвать, чтобы не путаться. Ссылок, а значит и браузеров может быть много, в том числе и от Donation Alerts. И вставляем. Окно можно увеличивать, уменьшать и перемещать в любое место экрана. Сейчас оно пустое, так как никто не отправил вам сообщение. Более того, его можно отключить и тогда даже при отправке сообщения ничего не будет показано. А что вообще-то здесь должно быть показано? Показано тут будет примерно это. Тут есть возможность отправить тестовое оповещение. Вот что здесь будет показано. Вот такой вот милость зомби, сумма доната, имя и сообщение. Если зомби вам не нравится, не переживайте, его можно заменить, как и все остальное в виджете. Теперь следующий вопрос. А как люди будут отправлять сообщения вместе с ним и свои деньги? Они это будут делать на вашей странице. Эта ссылка теперь закреплена за вами и ее вы добавляете в описании ролика. Можно также в закрепленном комментарии. А для пущей красоты еще и сгенерировать QR-код и в определенные моменты выводить его на экран. И вот так выглядит страница. Опять же выглядит не очень красиво, но и ее вы также можете настраивать под себя. То есть человек пишет свое имя, указывает сумму, которую готов перевести и сообщение. Говорит отправить и ему предлагают несколько систем оплаты. Все основные тут есть. Что касается настройки страницы. Это конечно не вордпресс, но какие-то основные элементы тут можно поменять. Текст на странице, текст, кнопки, всяческие цвета, изображения. Можно загрузить свое, но возьмем вот такого персонажа. Тут количество символов. Чем популярнее канал, тем, я думаю, меньше символов тут нужно выставлять. Вот это, по-моему, по умолчанию разрешено, но лучше выключить, если не хотите, чтобы роботы вторгались в ваш стрим. Ну и собственно все. Вот так теперь выглядит страница. Ужасную картинку я выбрал, но ладно. Тут ограничение минимальной суммы доната. Можно настроить для разных валют. Теперь, что касается оповещений. Они также настраиваются. Вот, например, длительность появления виджета и длительность отображения текста. Аудио сообщения и синтез речи я вам советую также отключить. Ну и что касается уточек. Если вам не нравится зомби, можете выбрать какой-нибудь другой стикер или загрузить собственный. Вот этот, мне кажется, хорошо подходит для нашего канала. И теперь мы имеем вот такой вариант виджета. Я думаю, не стоит говорить, что настроек по виджету достаточно много, как, впрочем, и самих вариантов виджетов. Тут и стикеры, и вывод статистики, и какая-то созданная вами кампания по сбору средств на что-то. Ну, собственно, все, что здесь есть в левой панели — это разные варианты виджетов, которые можно запускать в эфир время от времени и в зависимости от преследуемых целей. Ну и, собственно, о принципе работы платформы. Сюда вы добавляете платежную информацию, а именно, куда выводить деньги. И как только они появятся на счету, все деньги прилетят к вам на карту за вычетом комиссии за перевод и еще семь процентов, которые забирает платформа. Процент может быть снижен до пяти, если вы собираете больше ста тысяч рублей в месяц. Вообще все эти броски и призывы, гифки, запускание уточек мне всегда казались странными. Но если этим пользуются, значит это работает. Ну и, конечно, главное условие использования Donation Alerts — это достаточное количество подписчиков и эмпатии их к ведущим. Чего, собственно, и желаю нашему каналу. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.